друзья всем привет 27 августа пятница вы на канале про деньги и рынки у нас за последние сутки очень много событий произошло которые повлияли на рынке на фондовый на валютный вчера рубль у нас буквально разом упал более чем на пол процента сейчас торгуется выше отметки в 74 рубля за американский доллар все основные биржевые индексы у нас также скорректировались естественно эта история из кабула взрыв в аэропорту афганской столицы плюс ко всему у нас есть заявление антона силуанова это министр финансов россии который на мой взгляд выражать серьезную озабоченность по текущей ситуации в мировой экономике в мировых финансах давайте эту тему обсудим и конечно же посмотрим что у нас дальше будет происходить каковы перспективы и конечно же фокусе внимания у нас джексон холл на котором сегодня будет выступать в режиме онлайна глава федеральной резервной системы сша и будет по сути дела пролит свет что называется на дальнейшие шаги в части кредитной денежной политики феррс и от этого будет и зависеть настроение фондового рынка и в участников валютного рынка в частности но обо всем по порядку но конечно же главной международной новостью последних суток стала новость из кабула это взрывы вблизи аэропорта кабула два взрыва которые привели в действие террористы смертники от игил эта организация запрещена на территории россии непосредственно эта террористическая организация взяла на себя ответственность по некоторым данным 12 человек военнослужащих сша погибли еще 15 раненых также погибли 60 человек гражданских это в основном жители афганистана плюс 140 человек раненых конечно же взрывы произошли наиболее плотных по численности людей местах вблизи ворот в аэропорт там собирались люди афганцы которые хотели попасть на территории на территорию аэропорта для того чтобы покинуть афганистан но понятно что сразу же выступил джо байден на достаточно эмоциональной речью он заявил о том что конечно же террористы будут наказаны они будут найдены они понесут ответственность он уже дал поручение своим военным чтобы те разработали план по ответным мерам по ударам по базам террористов игил кстати говоря игил и талибан обе эти группировки признаны террористическими на территории россии они между собой тоже давно уже конфликтуют поэтому там и вероятно всего это нестабильность еще будет какое-то время но так или иначе рынки реагируют на все достаточно нервно а индекс с mp 500 промышленный индекс доу джонса на сда композит да и в целом все мировые площадки закрылись в красном цвете понятно дело что и российский рынок тоже торгуется в минусе индекс московской биржи почти процент индекс ртс более процента падения что касается валютного рынка то индекс доллара у нас вчера в моменте конечно подскочил и вот сейчас на момент записи обзора московское время 3 часа утра и 32 минуты у нас продолжается рост доллара по отношению к другим валютам естественно курс доллара сша к рублю а также у нас растет а вчера в моменте рубль у нас упал более чем на полпроцента и сейчас торгуется на отметке в 74 рубля и 32 копейки что касается рынка нефти то нефть марки бренд у нас корректируется по последним данным 71 доллар и 17 центов стоит нефть марки бренд и сейчас коррекция умеренно продолжается как мы уже обратили внимание конечно эта история с кабулом и с афганистаном она еще конечно будет иметь некое последствие но у нас и другие новости которые также влияют на рынке сегодня 27 числа в пятницу состоится выступление в режиме онлайна джерома паула это глава фрс сша он будет говорить по поводу политики фрс и конечно ждут от него что он будет говорить по поводу программы выкупа облигаций но стоит отметить что буквально за сутки до этого сразу три высоко поставленных чиновников фрс конкретно это джеймс буллард он представляет фрс от цент луиса эстер джорс это фрс канзас сити и роберт каплан это фрс от далласа все три чиновника заявили что они будут голосовать за сворачивание политики выкупа облигаций причем они у ожидают что начнется это все уже буквально с осени и завершится до конца этого года то есть вот такие настроения такие заявления которые делают на американском телевидении вот эти люди они конечно же не последние люди фрс они влияют в целом на политику федеральной резервной системы конечно же если такого рода заявления звучат то это все оказывает тоже дополнительное влияние и я напоминаю о том что если будет принято решение по сворачиванию политики по сворачивание этой программы точнее то конечно же это все поддержит курс доллара по отношению к другим валютам но естественно поддержит курс доллара против рубля друзья еще есть другие новости уже внутренние российские новости которые конечно же также влияет на курс доллара и на рынок дело в том что буквально на медне прошла встреча в рамках брикс встреча министров финансов стран участников брикс и глав центральных банков и вот уже на официальном сайте министерства финансов россии есть новость по этому поводу но понятно что уже есть новости и на других изданиях. Например, ТАСС сообщает, что объем мировой антикризисной поддержки приводит к росту инфляционного давления. Об этом заявил глава Минфина России. Также подобная новость на Коммерсанте. Но все-таки на первоисточник вернемся. Это Минфин России. Что здесь интересного? Здесь сказано, что партнеры, то есть это те, кто представляет страны БРИКС, высказали общую озабоченность по поводу расхождения траектории восстановления в развитых и развивающихся странах. О чем идет речь? Вот если мы глянем именно на заголовок этой статьи, то здесь рост экономики в России достиг до пандемического уровня. По некоторым отраслям даже этот уровень уже превыше. Но я даже догадываюсь, про каким отраслям идет речь. Это нефтегазовый сектор, безусловно. Но что здесь особенное? Особенное заключается в том, что давайте глянем статистику по США, которая была вчера опубликована по экономическому росту. Здесь ВВП по итогам второго квартала, конечно же, вырос, но он вырос чуть меньше, чем ожидали эксперты. То есть это мы говорим про развитую экономику, экономику США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице также чуть хуже, чем ожидали эксперты и больше даже, чем это было недели ранее. Это негативный фактор, а я напомню, что именно рынок труда является основным фактором для принятия решений Федеральной резервной системы по вот этой программе выкупа активов. Короче говоря, в целом, глядя вот на эту статистику, ну, некоторые предположения можно сделать, что экономика Штатов пока восстанавливается, по крайней мере, не теми темпами, как ожидают эксперты, аналитики, ну и в частности непосредственно ФРС. А с другой стороны, развивающиеся страны, к коим относится Российская Федерация, судя по официальной данной, все-таки восстановилась уже на допандемический уровень. И здесь конкретно сказано следующее. Партнеры вот выразили вот эту озабоченность по поводу расхождения траектории восстановления, то есть развитые страны пока не восстановились, развивающие страны, судя по всему, восстановились. И существуют риски продолжительного применения антикризисных мер, которые могут привести к перегреву экономики и сопровождаться накоплением дисбалансов. И вот буквально цитата, о чем сказал Силуанов. Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, рост госзадолженности, дефицита бюджета и так далее, сказал министр финансов Антон Силуанов. То есть здесь что еще, что ряд стран БРИКС уже начали сворачивание мер монетарной поддержки и приступил к нормализации бюджетной политики. Друзья, постараюсь буквально на пальцах объяснить, о чем идет речь. Дело в том, что Силуанов конкретно, возможно, дал сигнал чиновникам из ФРС, буквально вот сегодня в преддверии выступления Джерома Паула, что может быть пора бы уже, пора заканчивать с этой программы по выкупу активов 120 миллиардов долларов США, потому что это давит на инфляцию, инфляция растет. Но, а при чем здесь инфляция в США, например, и инфляция в России? Я полагаю, что здесь взаимосвязь очень даже такая прямая, потому что еще ранее, когда выступала на своей пресс-конференции Набиулина, и она это будет делать буквально еще в сентябре, она тогда говорила, что инфляция в России в том числе завязана на инфляцию извне, так называемая страна в других, в разных экономиках. Почему? Потому что те товары потребительского свойства, которые к нам поступают на рынок, они поступают как раз вот из этих стран. Плюс ко всему растут логистические издержки, то есть транспортные расходы, цепочка поставок тоже рушится и так далее, и так далее. И в итоге получается, что если цены растут на товары и услуги в западных странах, то они естественным образом отражаются на росте цен в развивающейся странах, в частности в России. Потому что мы много импортируем, мы мало что производим в части потребительского сектора, мы лишь только производим, например, ракеты, точнее двигатели для ракет, ну а вот например одежда, электроника, автомобилестроение, ну и прочие строительные материалы, мы во многом зависим именно от импорта. Вот оттуда и озабоченность, и возможно некоторая озабоченность Минфина в частности по поводу действия монетарных властей США. Еще вдобавок вот к этой новости, новость на сайте Центрального банка, инфляционные ожидания в августе оставались повышенными, то есть проводились опросы по данным мониторинга Банка России, короткосрочные ценовые ожидания предприятий почти не изменились, оставались на повышенном уровне. Но и плюс ко всему, все-таки ожидания инфляционные у населения также остаются на достаточно высоком уровне, на год вперед ждут, что инфляция еще на 12,5% будет расти. Естественно, вот этот фактор, он тоже достаточно такой серьезный, потому что он является основополагающим в принятии решений Центральным Банком в части повышения процентной ставки. И если говорить проще, то инфляционные ожидания это страх у населения по поводу будущего роста цен. То есть если люди думают, что в перспективе цены будут только расти, они сегодня начинают еще больше стараться купить товаров, ожидая, что цены в будущем будут еще выше. Ну и понятное дело, что повышенный спрос в связи с этим также оказывает давление на цены. То есть цены еще больше начинают расти и получается замкнутый круг. Исходя из вышесказанного, мы сможем с вами сделать вывод, что Министерство финансов России, в частности наши монетарные власти, призывают таким образом западные страны, чтобы те прекратили выкупать облигации. Это, конечно же, окажет поддержку доллара США с одной стороны. С другой стороны, если будет принято решение продолжать эту политику, соответственно, это, конечно, будет отражаться на падении доллара по отношению к другим валютам, то в этом случае, конечно, Центральный Банк России будет прибегать уже к другим мерам и, возможно, будет повышать процентную ставку еще выше и уже в этом году. Поэтому волатильность на валютной паре доллар-рубль, исходя из вышесказанного, конечно же, она будет еще больше проявляться. И в этом смысле я полагаю, что валютная пара доллар-рубль как минимум будет находиться не ниже отметки в 73 рубля за американский доллар с перспективой дальнейшего роста в район 75-75,5 рублей за американский доллар. Друзья, вот такая ситуация складывается на сегодня, поэтому следим за историей, подписывайтесь на канал и дальше будем следить. Пока!